Туция «Интеллектуальная общественно-политическая игра» – пилотный проект Брестского областного комитета БРСМ. За короткий период обрела немалую популярность у учащихся региона. Около двух тысяч человек приняло участие в ней. Сейчас областной этап. Это порядка 70 человек. Хочется сказать, что ребята с большим удовольствием принимают участие. Действительно, вопросы различные, интересные. Они касаются и Конституции, и истории родного края. Сама игра состоит из шести туров, где все команды за одинаковое время должны ответить на дни вопросы. Побеждает тот, кто дал наибольшее количество точных ответов. Поначалу игра показалась легкой в первом туре. Вопросы о семье, о праве на жизнь – зашифрованное в ребу стихотворение белорусского классика. Мне стало интересно, смогла ли бы я принять участие в подобной игре и наравне с ребятами ответить на вопросы. Например, пятый вопрос второго тура звучит следующим образом. Сколько статей включает Конституция Республики Беларусь? А вы ответите на этот вопрос? Мой ответ оказался неточным. Кстати, в девяти разделах Белорусской Конституции 146 статей. Если начало игры было в чем-то больше развлекательным, то начиная со второго тура участникам пришлось изрядно потрудиться над поиском ответов на вопросы общественно-политического толка. Была у ребят и группа поддержки. Правда, для чистоты результата пришлось ожидать свои команды за дверями игрового зала. Команда у нас «Патриот». Это учащийся средней школы номер 3, 9 класс. Ну, конечно же, к какой-то степени для них некоторые вопросы были на районной игре тяжеловато. Поэтому они готовились, изучали дополнительную литературу, изучали правовой сайт нашей Беларуси. Поэтому надеемся на победу. Патриотам, кстати, практически удалось одержать победу. Команда из Ганцевич заняла второе место в итоговой таблице. Интеллектуальная бронза досталась Полишукам из Березовского района. Вот чемпионами областной клиз-конституции стали ученики 28-й школы Бреста. Изучение Конституции не скажем, что дается вот так вот легко, но достаточно интересно знать не только Конституцию, но и историю своей страны, своей родины. Это важно. Это то, от чего наше государство, по сути, и существует. Не будь Конституцией. Государство не может существовать без Конституции. Участие в таких квизах очень обогащает знания учащихся, молодежи в правовой среде, в сфере культуры. Пока победители областного тура остаются абсолютными чемпионами квиз-конституции. В будущем, надеются организаторы, такой квиз станет популярным и на республиканском уровне.